всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за прошедшее время давайте начнем с первой новости поехали давайте вернемся обратно в студийные условия как вы видите у меня новая комната но об этом я подробнее расскажу в своей следующей серии видеоблога так что оставайтесь на связи а пока давайте перейдем к первой новости шведская компания элк аудио анонсировала новый девайс который называется элк life это такой программный аппаратный комплекс который помогает музыкантам без вообще каких-либо задержек репетировать удаленно по интернету и соответственно как за заявляют разработчики задержка будет просто минимальная если вблизи или там рядом в одном доме не знаю в одной деревне то задержка может быть чуть ли ни одна миллисекунда конечно зависимости от вашего интернета но если даже музыканты находится в разных городах и даже странах например больше тысячи километров разницы то разработчики обещают задержку всего в 10 миллисекунд что как опять же уверяют разработчики никак не скажется на восприятие игры других музыкантов соответственно не помешает синхронизации при игре вместе с группой довольно круто понятное дело что прошлый год самоизоляции прочее подтолкнула подобные разработки еще больше то есть в них стали вливаться деньги и вот сейчас уже начинает появляться первые плоды несмотря на то что даже все потихонечку начинает в мире просыпаться и открываться я уверен что в любом случае найдутся применение для подобных девайсов потому что это очень удобно тем более сейчас когда глобализация и все музыканты контактируют друг с другом списываются по интернету раньше нужно было просто давать задание и сессионному музыканту например он тебе пришлет что-то здесь можно теперь и с ним будет созвониться и в реальном времени по видеосвязи и по звуковой связи без задержек по репетировать поиграть в реальном времени что-то даже придумать написать то есть это открывает границы я уверен что скоро благодаря этому появятся всякие cross мульти страновые какие-то коллективы где музыканты просто нашли друг друга через какую-нибудь соцсеть и совместно сделали например кого-нибудь альбом или сингл вот соответственно el caudio одна из таких компаний кто помогает в этом и этот девайс ну предполагает что-то типа звуковой карты совместно со встроенной операционной системой который будет помогать обрабатывать звук довольно быстро все очень легко настраивается также естественно есть приложение на смартфоны с которого также все это будет настраиваться и как я уже сказал разработчики обещают минимальную задержку посмотрим довольно интересно девайс поступит в продажу в европе в сша в конце уже этого года ну несмотря на то что фирма шведская пока не понятно что будет по поводу россии вообще восточной европы но уверен что здесь тоже можно будет заказать и так как разработчики говорят что вам просто нужен интернет я не думаю что будут какие-то там ограничения по айпи адресам и так далее и очень надеюсь что в россии это будет работать и можно будет этим пользоваться чтобы репетировать с своими друзьями музыкантами по всему миру последнее время беринджер просто активизировали стали бомбить своими новостями я честно говоря уже даже не успеваю следить и первая новость совсем недавняя что они вдруг зачем-то как оказалось работали все это время над второй версии rd8 как вы знаете у меня есть первая версия rd8 драм-машина который эмулирует 808 драм-машину от roland и честно говоря я всегда и был доволен неоднократно уже использовал ее в своих треках и тут вдруг разработчики заявляют что оказывается моя версия была не самая идеальная и вот сейчас mk2 уже идеально потому что они полностью воссоздали чип оригинальный который использовался в роланде в 80-х годах и говорят что именно благодаря этому им удалось достичь вот того самого аутентичного звучания ну я не знаю у меня я в доволен и своей версией но немножечко теперь осадочек остается все-таки хочется даже подумать и сравнить и попробовать снова версии может быть даже сделать апгрейд внешне они такие же абсолютно единственной только разницы заменили цвет первых четырех кнопок они были раньше белый тир черная я думаю что скорее все это нужно для того чтобы легче идентифицировать первую модель от 2 отличить и как заявляют сами разработчики они улучшили фазовую составляющую вот этих сэмплов точнее сэмплов а звуков которые генерятся потому что аналоговая драм-машина там нет сэмплов это очень здорово но мне интересно стоит ли игра свеч стоит ли апгрейдится ради там каких-то вот этих изменений чипов я уверен что скоро появится об сравнении старой версии новый и на будет обязательно послушать и принимать решение но меня честно говоря это заинтересовало то что посмотрим компания вид наконец-то выпустила обновление для pro tools она всегда приходит с опозданием но разработчики теперь включили поддержку процессоров m1 apple silicon и теперь не нужна раза это два чтобы запускать про тулс также они обещают поддержку всех функций в том том числе hybrid engine когда вы можете переключать процессинг внутри pro tools с dsp а видовской карты на встроенный процессор и теперь это вот работает еще из м1 то есть довольно круто довольно удобно и уверен что пользователи про тулс наконец смогут обновиться и пользоваться про тулсом на новых маках также допилили интерфейс теперь можно его по цвету редактировать корректировать менять темы менять цвета отдельных элементов довольно удобно в общем про тулс обновился так что если вам интересен про тулс следите за обновлениями вы уже думаю можете его себе установить и попробовать особенно если у вас м1 с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывай обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику еще одна новость от беринджера совсем недавно они уже выпустили в продажу rd9 до которой еще не успел добраться но обязательно это сделала в этом году и не успели в только все оправиться от этой новости как они анонсировали точнее показали то что они оказывается все это время работали над воссозданием еще одной классической драм-машины линдрам это вообще топовая драм-машина из восьмидесятых на которой сделано просто вся хит база восьмидесятых вот электрофанка до евро дэнса европопа то есть очень такая культовая знаковая драм-машина который стоит довольно дорого если брать оригинал сейчас на ebay искать в хорошем состоянии она очень дорого стоит и беринджер ее воссоздали и добавили еще туда много новых фич то есть там будет сэмплинг то есть можно работать с сэмплами на железной внешней установки переключать разную битность то есть 8 битность 12 битность что поможет с краю придать любым сэмплом такого вот аналогового звучания и на самом деле это очень круто это очень здорово я тоже однозначно себе запишу это в лист ожидания то есть то что если обязательно куплю я линдрам просто обожаю драм-машину использую сэмпл от различных производителей и различных сэмплерных библиотек и очень здорово будет послушать что получилось у беринджер я очень надеюсь что они воссоздали оригинальный звук насколько возможно близко но так как туда еще можно будет добавлять свои сэмплы их обрабатывать вот этой вот аналоговой аналоговой схемотехникой тоже довольно интересно как это будет звучать и как это все будет интегрироваться в их девайсе и как насколько легко этим будет пользоваться в общем будем следить за новостями беринджер как я уже сказал просто обрушивают своими новостями там еще была новость дополнительная про как звучит синтезатор юбе x-ray это клон оберхейма вот так что тоже посмотрите в ютубе уже есть видосы на эту тему звучит тоже потрясно но будем ждать новостей когда они уже анонсируют собственно его цену и когда даже он выйдет уже в продажу тоже крутой синт в общем беринджер просто слов нет ну и напоследок давайте поговорим о бесплатном софте сегодня у нас это бесплатный ревербератор от компании fuse audio labs который называется в рф 666 это spring ревербератор пружинный ревербератор основанный на модели 60-х годов только разработчики его усовершенствовали то есть добавили помимо алгоритмов собственно той самой пружинной реверберации который создавалась для нужд компании bbc чтобы на постпродакшене добавлять разные пространства с помощью пружинного ревербератора они взяли до комплектовали скажем так цифровую версию этого девайса и добавили различные современные фичи такие как при дилей возможность лимитирования эффекта пружины потому что для тех кто работал со spring к реверам наверняка знают это в усилителях например тоже слышно что так как эта пружина когда очень сильно разгоняешь громкость звука которая идет на эту пружину пружина может начать дребезжать такой своеобразный характер звука и иногда это круто иногда это немножко мешает и чтобы держать под контролем вот это это дребезжание разработчики добавили встроенный лимитер который лимитирует именно вот этой дребезжание то есть вы можете прямо очень тонко настроить звучание пружины это очень круто потому что у меня например есть несколько пружинных ревербераторов коллекции но там этой возможности такой тонкой настройки нету а так это плагин еще и бесплатный вдвойне приятно ну конечно же ручка тон который позволяет фильтровать звук отсылаемый на ревербератор то есть чтобы хвост ревера не был таким гулким чем часто грешат пружины ревербераторы в общем попробуйте бесплатно все что нужно перейти по ссылке зарегистрироваться создать бесплатный аккаунт и собственно когда залогиньтесь вы сможете скачать сам установочник все очень просто подается во всех современных форматах аудио units в ст так что пробуйте скачивайте на уверен вам понравится ну что ж на сегодня это были все новости спасибо вам большое за просмотр обязательно подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропускать новые видео я напоминаю что на этом канале выходит не только quick news но также и уроки по logic уроки по различным плагинам видео обзоры разные обучающие уроки по сведению мастерингу и не только так что обязательно изучите уже те видосы которые у нас есть на канале их там довольно много на разные темы и следите за новостями потому что скоро выйдет новая серия моего видео блога в котором я расскажу подробнее о своем новом помещении о комнате оборудовании которые я использую еще не все сюда успел перевести поэтому пока я не спали рю особо но уже по картинке можете понять что здесь стало гораздо уютнее так что следите за новостями оставайтесь на связи подписывайтесь задавайте свои вопросы пишите комментарии я буду очень рад почитать и ответить на ваши вопросы ну в общем увидимся с вами следующих видео с вами был дмитрий урсул всем успехов творчестве всем пока